Ребзоиды и девчизоиды Я, конечно, на это надеюсь, что вы смотрели То вы знаете А может быть даже и помните А может быть и то, и другое Знаете и помните Что я начал Пятый круг прохождения Постодищевской ситуации Что это я такой плиту? Ну ладно, сейчас объясню, поехали Брякнул я, конечно, не в попад Постодищевской ситуации Значит, на данный момент я нахожусь в горах Вот текущее положение Но я имею в виду, когда вы первую часть, так сказать, сюжета проходите Сюжетную часть Дальше, я так понимаю, она уже не сюжетная То вам дают Возможность гонять до лаборатории С разной степенью сложностей И набивать себе репутации и прочее И делать сыворот в конце Но после того, как этого Хренбенберга, этого ученого Укакашивайте, хренбенберга Так, с чего же пострелять? Так, давайте поэкономим боеприпасы В общем, после того, как хренбенберга Вы его какашиваете Или как там его зовут Хотел сказать Ладно, не будем Вот, так что я уже четыре круга прошел В этом кругу Кругу облаков Чернокрылый воробей Так, погоди Трепещай и одиноко Парит быстро над землей Трепещай и одиноко В общем, ладно В общем, я, короче, еду Еду, еду Регистрировать в ГАИ Тихо Ни хрена себе Это кто там? Да блин Он что, исчез? Он умер, исчезнув? Так В общем Антивирус у меня еще один в запасе есть Хорошо Так, здесь у нас что в этом автобусе лежит? Умба-осколочный 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 Обвес Блин, как же водопад-то шумит безумно Ну давай Умба-осколочный повесим вот сюда Так, здесь могут быть растяжки Здесь надо быть аккуратными Растяжки, большие И прочая шляпа Ага Ага О, бау-бау-бау Да откуда он взялся? Это что за... Так, кто-то на растяжке подорвался О, большой Да большой как побежит Блин, вот они тут лагают в этом месте Не люблю я это место Оно лагучее Так, большой минус Большой... Оооо, мое почтение, товарищ Взрыв Блин, тут еще и этот... Вашу машу да все короче на меня накинулись и прыгуны и не прыгуны и так а почему я оказался переключенным с какой-то радости и оказался переключенным а для этого чё патронов погоди так я чуть стрелял с этого а я с этого соска расстрелял это яскар на них весь расстрелял я не понял короче чего я стрелял ну ладно не важно чего я стрелял его кубыркался кубыркался так говорят антивирус соло есть вот он он да но мы его брать пока не будем нам надо пункт скроз сначала заглянуть вдруг там что-нибудь интересное нас ждет правильно правильно так светлана сергеевну мне выдали тайники мы такие договорились не открывать и я не буду их открывать таки женщина подойдите ко мне поближе пожалуйста поближе так нет туда и не пойдут так канистрочка у нас да так здесь у нас спирт тягу дали бабища очухалась и продолжает на меня наступать а мы и задавим так открываем пункт с кроссом а чё там показано говорит антивири еще какой то есть если он с кроссе то он скорее всего доступен так на халявку на хода точно смотри желтым светится тогда не шурик пошли отнесем канистру так отнесем канистру здесь я забрал погоди оба этих хаммер обыскать а хаммер обыскать они здесь антивир не забирал но правильно погоди забирать может быть как же здесь водопад шумит она быстрее сюда уезжать весь мозг собака такая собака такая порывшиеся выносит так нормально исполняет здоровье красный обруч хочу мне винтов что ли нет я сечу винты сделать не могу что за фигня куда бинты сиделись в этом ко мне кто-то идет ой сейчас кто-то долбанет на так оружие дальнего боя клинки клинки здесь из клинки а будем в подвал заходить в подвал заходить ну давай зайдем сейчас давай сейчас зайдем пока антивирусов действует и но вдруг там чуть интересный что там интересную шурик подвале то может быть но откуда я знаю что-нибудь очень тут интересно все что ли мне живо еще и он был недоглушенный и он еще одно это не подвал это пещера и мне даже здесь обыскать ничего не предлагает нахрен вообще сюда входить ну за этими парик или учения приключения решу них хп много стало их теперь не так-то легко убить не будем вас убивать как говорил лев обалкин лёва вас убьют это не так-то легко сделать до лев обалкин это из произведения жук в муравейнике там у максим камерер говорил лёва вас убьют но не буду спойлерить друг то почитать захочет не буду говорить убили лёва не убили лёва так что сами почитайте узнаете как как дальше сложилась судьба льва погодя какое он был по отчеству лев обалкин не помню как у него там звали его так отлично еще вот у нас есть и вот это сша чё я к нему подойти не могу и напихать ему что-то как-то у меня персонаж не нравится как он двигается него а он бьет когда так подбегает он не взрывается да я думал он взрываться будет ой сколько вас много ой не троньте вы меня ой ой откуда вас так взялось пацаны откуда о гля не прорвались оглушенные оглушенники ты мой капец вообще а чё восток сюда приперлась так у меня есть три батарейки и один антивирус запасной я не знаю я не будут это открывать ну и нахер у меня оружие мало конечно патронов так уж и но я открывать не буду ну и нафиг так ветош в этаж о жопень такая лежит зомбическая бомбически зомбическая жопень я так сказал как это он так залезла то так ну смотри вот народу много а взять то с них ничего да да шурик ладно значит делаем так шурик полем полем забираем этот а это я забрать они это я уже забрал да да это я уже забрал все тогда тогда валим отсюда с тремя батарейками на борту ну все батарейка не буду тратить да нет смысла я только укололся антивирусом хорошем смысле укололся так же поехали отсюда патронов кэш мало мат мало мало мата скарлан весь расстрелял на этих паразит а погоди ты меня помню кольт если или это у меня кольт в этой истории а да вон в кольте много сейчас на кольт сейчас перейдем сейчас на кольт перейдем давай сразу перейдем так давай обвес прицел ставим на кольт на кольт да и все собственно говоря и оружие дальнего боя сюда ставим кольта а чё у нас есть юмпиха есть да огнемет в огнемете вообще ни хрена нету так ладно мы пока оставим кольт основным оружием а там поглядим дальше а там дальше поглядим так текущее положение я поеду теперь вот сюда в убежище будешь ли заезжать не не будем давай сразу в убежище через убежище потом через мишку и через этот и через военную заставу убежище убежище там канистры министры все дела может быть повезет дадут уж мне кажется мне электроник в прошлой серии зажуковали я кого-то подобрал у меня как будто не оказалось но мне конечно могло померечься вот смотри здесь есть бочка в него можно выстрелить если близко стоять то самоубийца о антителеса зараженного паразита зараженного ах ты паразита или а мне тут тайник поставили лучше я тайник знаешь в коем случае открою сегодня батарейку дадить батарейку отдадите открою вообще фигня баб фигня вопрос открою но батарейку надо дать так канистр здесь больше нету это была одна хорошо как грится нема вопросу глеб его рыч как тратить были бы гроши но я потрачу батарейку если вы мне дадите новую батарейку здесь ну или дадите там эту как ее зовут электронику тогда да открою тайник раз у него так настойчиво здесь поставили я загляну и погляжу что там нем интересно так электричество так батарейку мне сюда о электронику дали всего пацан сказал пацан сделал доцент я говорил что если дадут батарейку я открою тайник говорил я говорил что с лестницы пущу спущу но говорил но не обижайтесь доцент так а у меня есть такой девайс как труба о мари там можно сделать короче себе короче дело к ночи детали оружие оружие можно из трубы и детали оружие ближнего боя вот сделать какую-то кирку не кирку короче что такое сейчас поглядим что получится боевой топор а это боевой топор а так это есть боевой топор а чё гадюк мы ни разу не подчиняли мы ни разу не подчиняли гадюку а я я ни разу гадюк не подчиняли пистолет глок ни разу не подчиняли о моё почтение глаки ни разу не чинил твою дивизия бомбу а это соединить и чё будет а чё будет если соединить будет погоди так у меня схемы то есть наш схема это есть баночные ящичные мин называется нет не нужно она нам детали оружия в ближнего боя еще раз сделаем и давай себе сделаем клинки где там эти клинки так а чё для клинков не хватает а кастет эстет кастет-кастет Детали и оружие ближнего боя. Что, всё что ли? Погоди, что я больше детали и оружие ближнего боя не могу сделать? Почему? Что-то кончилось. Изолента кончилось. А могу ли я сделать клинки? Хрена себе, изолента кончилось. Нормальная заява, но успех. Ладно, пошли дальше. Сюда мне не надо, у меня тут всё. Так, аптечка, бинты, чистая вода. Аптечка, бинты, чистая вода. Ни хрена, ни хрена, чистая, ни хрена, ни хрена и чистая вода. Ни хрена, ни хрена и чистая вода. Так, давайте мы камень разожгём и посидим около него и сделаем себе немножко пропана. О, и бинтов надо чуть-чуть сделать, да? А то... А, ну давай лекарственных трап лучше сделаем. Давай лучше трап. А тонизирующий будем делать? Давай сделаем. Так. Погоди. Вот мне что скажи, американец. Нам для пропана не хватает спирта. Так, а что у нас за боевая какая-то там боевая топор? Оружие ближнего боя. Боевой топор. Ну давай попробуем с ним походить. Насколько он хорош. Гля, как выглядит. О, как выглядит страшно. Так, боевой топор. Боевой топор. Насколько он эффективен, неэффективен, кто знает. Так, обещал открыть, но придётся выполнять обещание. Тут уж ничего не поделаешь. Назвался... Нормально. Двести семьдесят девять патронов. Семьдесят два. Это хорошо. Назвался Груздёвым. Полезай в кутузку. Двести патронов. Это я согласен за это, в принципе, батарейку вам отдать. Да. Это нормальдес. Маладес. Нормальдес. Так, что мы там? Ирпуху давай сожрём. И поехали. Тем не менее, мы всё равно пока с кольта будем отстреливать. Будем отстреливаться с кольта! Так, текущее положение. Тайник с припасами. Ес, а вкус нам сюда, в тайник с припасами! Помчали в тайник с припасами. О, моё почти. А, это моя любимая локация. Точно. Ой, всегда в этой локации есть что выпить и закусить. Ой, нет, ну там и антивир есть, и нормально всё. И тайник без батарейки открываться. Так, погоди. А, погоди. Теперь на него какой-то другой заход. Нет, это другой тайник. Не такой, как я подумал. Да. Не такой. Не такой он ни хрена. Ну ладно, какой бы он ни был, нам отступать некуда. Другой он чуть-чуть. На тебе боевым топором похарю. О, слушай. Классный топор. Он им машет быстро. Мне главное, чтобы махало быстро. Махал-махал, чтобы махал быстро. Так, а может зря я не юзал этот прекрасный. Ой, твою дивизию. Ой. Блин. Блин, чуть-чуть не убили ещё один. Да блин, твою дивизию. А вы заколебали. Фонарь включил с перепугу. Так, карманные предметы. Карманненький предмет после жаркого лета. Ой, пока ты будешь лечиться, прибегут и укокошат. Вон. Тип бежит. Да блин. Вы заколебали вообще. Откуда ты, блядь, взялся-то, а? Как они меня бесят. Вот эти вот прибегающие уроды, а? Когда ты вот лечишься, какой-то урод прибегает. Галантин, блядь, осталось-то долечиться. Я не знаю. Полторы миллисекунды, блядь. Какой-то хер подбегает вечно сзади. Ладно, спокойно, не бомбить. Да как нарочно, я не знаю. То какие-то, блядь, прыгуные. Нахрен всех, я простреляю. Нахрен брошу все хозяйство. Так, а где эти, кстати, прыгуны? Где их уши сраные? Это прыгун сраноухий. Прыгун сраноухий, так его и будем звать. Все, я придумал, как называется этот вид зомбака. Он называется прыгун сраноухий. Вот. Прыгун сраноухий обыкновенный. Нет, 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 не перепончатокрылый. О, крыльев-то у него нет никаких. Прыгун сраноухий, не перепончатокрылый. Так, где тут тайники? Это не та локация, про которую я подумал. Это другая локация. Ага. Ну, тайник есть. А скрос? Скрос есть? О, 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 стоят. О, стоят паразиты, прости. Так, карманные предметы. Погоди, ну я же хотел ее отсюда. А вот вам в догоночку. Чтоб жизнь медом не казалась, да? Вы что, думали, там отлежитесь? Ага, хрен там плавал. Не отлежитесь. Не отлежитесь. У меня не отлежитесь. А, смотри, здесь скросс вскрытый. А, ну такие, да, попадаются иногда вскрытые скроссы. То есть, мне его открывать не надо. О, гля, большой за забором. Нормал дес. А меня туда не пройти. А, не, пройти вроде как. Ладно. Ладно. Потом. Потом. А что потом? О, батарея куда-ли? И будет ли потом снят? Не хочу про все на свете, зная. Так. Смотри, ящик красный здесь не открытый, да? А я не буду открывать. Я в каком случае? Ни в каком вообще не буду открывать. У меня здесь есть тайничок. Так, там еще антивир. Погоди, капсула где-то тут у нас это. С антителесами. Слушай, большого пойдем убивать. Ну, главное, чтобы он нас не убил. А так-то пошли, конечно. А я вроде могу обойти туда. Смотри. Он же вот он. Он же с этой стороны поразит такой. Но он тупит вообще жестко. Гля, живой еще. Ты что такой живучий? Надо было бы пойти добить своим боевым топором. Да, конечно. Он сейчас урон какой повышенный выдает. Сейчас подойдешь, он как тебе... Ух! Эх, дубинушка, охнем. Эх! Сама пойдет. И пойдешь по свету. С карамелькой за щекой. Так, я был в этом? Погоди, это я вообще куда прибежал? Я вот тут еще не был, да? Так, светошумовая. Да мне, Светлана Сергеевна, все время выдают. Где моя машина? Мне понять дислокацию. Я бы дислокацию... Господа, поясните. Ага, все, понял. Тут я уже все израсходовал. Я тут уже все изыследовал. Дислокация понятна. Дисковая локация. Так, ну что? Теперь, Александр, мы с тобой... Нам с тобой... Тойничок надо. Ага, Мария, есть еще один антиверь. Но у нас же там халявный есть капельмейстер, да? Я капельмейстер заполнял или нет? Что-то я забыл. Погоди. Капельмейстер где был? Капельмейстер вот он. Не, капельмейстер ты израсходовал. Да. А, ну тот антиверь тогда возьмем, да? Да. Так. Тайник. Давай открывать тайник. Все, вот такие тайники надо открывать. А батарейки сугубо на антиверь использовать. Потому что еще будет возможность остаться без антиверья. Так. Глушитель для винтовки. Граната. Ну так себе, ну ладно. Но все равно, в принципе, на халяву, так что не страшно. На шифт, главный шурик, не жми. Да, я не жму на шифт. А то ты перепрыгнешь и на ту сторону вылезешь. А тебе это, как понимаешь, не очень показано. Слушай, а канистры мне здесь не попались, да? А, не, есть канистра. Как там прыгуна-то я называл? Уже забыл, как называл. А, только что называл, придумал ему название прыгун какой. И забыл, ты прикинь. Вот теперь надо видос пересматривать. Забыл, как назвал прыгуна, какой ему кликух придумал. Прыгун, прыгун, прыгун. Прыгун какой-то. Капец. А сейчас поглядеть не могу. Это надо, чтобы запись видоса была завершена. А, забыл, как прыгуна обозвал, а? Надо было книжечку записать, коль ты такой дебилоид. Ты вообще дебилоид. Я вообще дебилоид, да. Надо было записать. Вон, канистра лежит. Какой прыгун, как я его обозвал? Я его обозвал в связи с тем, что он внезапно или не в подходящий момент ко мне пришел. И, значит, стал меня избивать. И какой же по этому поводу я ему дал кликуху? Так, а что ты убегаешь-то? Канистра-то одна. На, иди, забирай антиверь и убегаем. Так, все. Название прыгуна я узнаю после того, как закончу запись этого видео. Капец. И надо будет себе на бумажечку записать. Дебилоиду. Себе дебилоиду на бумажечку записать. И вообще, давай пойдем с этой стороны. Здесь быстрее будет. Нет, красный ящик мы не открываем. У нас 4 батарейки. Но я его открывать не буду. Или открыть. Пошли откроем. Вдруг там этот боевой молот тебя спрятали. Да? Спрятали боевой молот. Паразиты. Женщина. Ну вот я уже... Нет, это не женщина. Я вот уже второй раз открываю. Что ж там за уникальный боевой молот? Как же он должен убивать? Что же это там такое? Так, 77 патронов. Ну ладно, 77 патронов. Могу спеть. 77 патронов. 77 патронов. 77 патронов. Нахрен джек взял. 77 патронов. Может пригодятся. Может пригодятся. А может и нет. Да. Прыгун. Не перепончато крыло. Это я помню. А вот какое там слово-то было. Ай-яй-яй. Вот ты видишь, какой поток сознания у человека идет. Бессознательный поток сознания. Ни хрена вообще не помнит. Чё? Чё мелит? Вообще ни хрена не помнит. Чё-то мелит, мелит. А чё мелит? Мельник. Старый. Старый мельник, забывший принять таблетки. Знакомься, это я. Да. Ну, бывает. Да? Бывает. Слушай, где мой боевой молот? Где мой боевой молот брошенный? Текущее положение. О, Микаэль. Микаэль вагончатый и перепончатый. Тоже не перепончатый. Но это Микаэль вагончатый. С ним всё понятно. Вагончатый колючий проволочный. По-моему, даже так я его когда-то называл. Едем к Микаэлю вагончатого. Вы, конечно, мне в комментариях написали, как я прогуна назвал. Но мне это ничем, к сожалению, не поможет в данный момент. Так. Тут могут быть эти большие-большие чуваки. Слушай, вот на первой точке вообще не было мест для исследования. А здесь прям какая-то, какая-то жопа. Так, пацаны. Пацаны, пацаны. Бабах! Трах-бабах! И нет его. Да? Да нет. Сколько их тут много? А установку я эту разрушил. Вот он, этот прыгун, имя которому... Имя которому я забыл. Так, большого слышу. Блин, вас что так много, ребят? Ни хрена себе! Вы что, охренели? Пам-пам! Парам-пам-пам! Пам-парам-пам! Пам-пам! Да сдохни ты уже! Я так понимаю, зомбаков тут будет намного больше теперь. Блин, вот в этого не могу попасть отсюда. Ага. Сейчас мои огромные количество патронов-то кончатся. Шурик. Да, я понял, да. Так, это установка выбита из строя? Нет, вот только теперь она выбита из строя. Так, тут дед большой был. По крайней мере, так мне слышалось. О, нормально вообще. Мишке хрен подойдешь просто так. Мишку заминировали! Это паразиты, мишку заминировали, а? Вот же ж паразиты. Так, большой. Ну где ты есть-то? За забором опять. Сейчас припрется. Ну, главное, чтобы ты видимый был, а остальное-то нам, в принципе, без разницы. Так, ага. Большой с пацанами. За забором. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, он, конечно, не умер еще. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага, ударился. Пойди, большой. Прыгун. Все, большой помер, да? Ага. А вон его копыта голые. Копыта очень стройные. И добрать душа. Так, у вас тут чё, пацаны? Так, Мишка, чё там, нейтрализовалась угроза? Так, а что у нас там рядом с Мишкой? Да погоди, не туда. Да не на те кнопки жмёшь, да я понял. Так, рация. Реация. О, я слышу, это работает. Пимк, пимк. А где ж она тут у нас? Ой, здесь, дед. Хрен пойму. Да вы заколебали. Чё, по одному бежите? Нормально, а чё мимо-то летит? Чё мимо-то летим? Интересно, за вас рацию не могу найти быстро и безболезненно. Так. О, где-то есть антивирусол, я вижу. Ну что ж, тогда потусуемся. Так, патроны, бинты. Бинты, понты, патроны. Так, антивирусол. У меня ещё один на борту. Так, это включать не будем, а то он сейчас шуметь будет. Не даст мне рацию найти. Ветошь. Так, да где ж ты тут шумишь-то, а? Так, дульный компенсатор. Ну где-то тут должна быть вдоль забора. А, вот она точно. Бинты, патроны ружейные. Не, ну если какая-нибудь сайга или типа её найдётся, то нормуль будет. Так, Миш, да давай мы сначала этот дом обыщем, да? Вот, чтобы потом... Так, если что, тебе остатки из этого дома продать. Так, батареям не даём. Не дают батарею. О, Миш, а у тебя батарея есть? Ну, у него, может, конечно, и есть, может, конечно, и нет. А в стиральной машине ничего не прячете? Так, а заме... О, батарею куда-лим? Заметили, в этой игре мы никогда не находим деньги. Тут нет денег. Да? Да. Часто в играх про зомби-апокалипсис можно найти деньги. А в нашей игре денег нет. Ну, не зомби-апокалипсис, просто какой-то апокалипсис. Деньги всё равно находятся какие-то. Но их, правда, часто жгут. Что вот в Форесте, что в Зелундарке. В Форесте, правда, я не сказал бы, что это игра про апокалипсис. Это про локальный апокалипсис. Но в Форесте тоже деньги можно жечь. В Зелундарке их можно использовать для разжигания огня. Вообще, честно говоря, не помню других игр про их деньги. Часто, говорит. Да, всего две, помню. Ну, может, ещё где-нибудь есть. Так, батарейка. Купить. Гранат 40-мм. Ну, короче, мы всё, Миш, покупаем, что у тебя есть. Да? Так. Оружие дальнего боя. Гадюк мы тебе продаём. Так. Охотничье ружьё. Пистолет 45-го калибра. У меня под него UMP есть. Правильно? Правильно. Иглочок тоже продаём. Так. Карманные предметы. Не, разные. Лома могу тебе продать. У меня много лишнего. Вот если десяточку оставлю. Так. Карманные предметы. Что там по кровушке? Кровушки. 17. Я думаю, можно продать и пятёрку себе оставить. Мы себе наберём. Так. Кабанячий корм. Хисы. Ну, хисы мне вообще никогда нужны не было. Обезболивающим я тоже особо не пользуюсь. Так. Красный оборуж. Давай продавать Микаэлю. Так. Кабанячий корень. Продавать Микаэлю. Собачий корм. Голубой медоцвет. Голубой медоцвет. Так. Погоди. Оружие. Обвес. Обвес. Компенсатор мне не нужен. Глушитель, винтовка. Да я не буду его использовать. Я не буду его использовать. Я буду использовать какие-нибудь эти. О, а эти Умбы ему продать невозможно. Прикинь. Умбы он не покупает. Понятно? Мишки Умбы не продашь. Да. Так. Ты что тут трёшься? Ой, у меня поломалась моя это. Супер это. Супер хрень. Так. Труба нужна. Теперь... Трубы приобрели актуальность. Ой, вот эта хрень же взрывается, да? Как её надо подальше держаться? Да там и это взрывается, и то взрывается. Так. Ты тут у меня один остался. Тихо, блин. Я не на туда... А-а-а-ай. Паразит. Не туда глядел. Глядел вперёд, а тут это чучело сзади подошло. Ой, загребали, загребали. Как же я там обозвал-то прыгунов-то, а? А как же я забыл-то, а? Как можно вообще забыть? Только что... Придумайте забыть тут же, а? А ты с чем же башка забита-то? Что же? За бессмыслица. Так, ну смотри. Это у нас... Типа замок светится. Но я его с этой стороны не открою. Только с той стороны открывается. Как это ни странно, да? Да. Так, это у нас типа костёр. Типа... Типа. Типа у нас нету спирта. Остальное можно потом. Так. Это мы, конечно, отнесём, заправим. Прилично топливо, это зашибись. Мы любим, когда прилично топливо. Мы люди приличные и любим, когда топливо прилично. Изолента. А изолента-то хорошо. Мне там для чего-то нужна была изолента. Так, смотри, короче. Вот тут мы с тобой можем пройти. Тут у нас боеприпасы лежат, предположительно. Ну, не совсем так это мы открываем. Но она только с этой стороны открывается. Так. Слушай. А где же антиверь? На машине, что ли, вот на этой? Нет, эта машина у нас пустая. Угодя, здесь ещё пункт же скросса есть. А, точно. Ни хрена себе. Прикинь, какая физика. Его дверью... Кто-то у меня долбанул. Его дверью так и задвинуло. Так. И где у нас антиверя? И здесь показывает. Но пока мы не будем спешить. У меня он действует. Давай мы пункт 100 скросса откроем. Там разберёмся, да? Сейчас в хаммеры заглянём, что там в них хранится. В них ни хрена не хранится. Так, тут опять очередной верстак. Ага. И контейнер мне опять... Ой, погоди, а тут у нас что? Баночная бомба. Давай сделаем. Детали оружия во ближнего боя. Давай сделаем. Костет сделаем. И клинки ещё одни сделаем. Потому что у меня больше нет трубы. Я себе не сделаю ни хрена. У меня же трубы нету. Нет. Вот как труба появится, так и будем. Так, Карл Шурик. Открываем. Да? Да. Пункт скросс. Да, открываем. Заходим внутрь. Ознакомляемся. Что там у нас по антиверям? Так, пункт скросса. Мы зашли сюда. У нас есть бесплатный антиверь. Охренеть. Что, можешь по случаю бесплатного антиверь открыть красный ящик? Или лучше красный этот открыть? Кровоточит-то как? Или красный тайник открыть? Я вот что-то даже не знаю. Я вот что-то даже не знаю. Что мне открыть? Красный контейнер. Синий контейнер. Так, где я тут еще не был? Так, скросс. Заперто. Вопросов нету? Нет, вопросов нету. А канистры тут больше нету. Антиверь светится. Но антиверь это понятно. Эти, как всегда, за забором. Так, пацаны, может кто-нибудь батарейку мне принес? О, он носится. Ну, вас вечно за забор запирают. Я не знаю, вы чем-то провинились. Вы все время за забором сидите. У этих вообще ни хрена при себе нет. Так, что мне открыть? Погоди, вот здесь может быть батарейка иногда бывает. Нет, там лом сегодня. Так, этот или внутри? Или открыть и тот, и другой? Это слишком жирное удовольствие будет. Так, ладно, давай открываем этот. Нормально. 184 патрона и калаш. Калаш мне не нужен. Нормально, тот открывать не буду. Даже если там лежит боевой топор, гранатомет или что бы там ни лежало. Гранатомет мне точно не нужен нахрен. Так, ты куда пошел? Антивири забери бесплатный. Да. И уезжай отсюда тогда уже. Все, сейчас я заберу его и мы поехали. Все. Не, нормально. Хорошо, что это открыл. Угадал. В этот раз, Шурик, ты угадал. Так, тачка у меня. Ох ты, блин. Как вы бьете-то больно, а? Как же они больно бьют, Ватсон? Что же они так бьют-то больно? Такие болячие удары о них. Блин, что же я забыл, как зовут прогунат, а? Ведь сам же придумал, сам и не помню, а? Ё-моё, как все запушено. Да, Шурик. Видал я котов без улыбок. А улыбок без кота такого я не видел. Так. Могу баночных бомб сделать? Не, не можешь. А что нету? Та взрывчатки нету. Та взрывчатка кончилась. Та или эта? В общем, взрывчатка кончилась. Хоть та, хоть эта. Таааак. А теперь либо лес, либо кемпинг. Либо лес, либо кемпинг. Поехали сначала в лес, а потом на кемпинг. Рискуете, дядь Саш? Да. Кто не рискует, тот не доезжает до конца. Ты думаешь, доедешь? Что-то хз, может, доеду? Может, не доеду? Да я откуда знаю. Как он пойдет? Могу не доехать. Сейчас, знаешь, когда тебя смотришь, мне кажется, складывается впечатление, что ты еще давно не доехал. Так, тут всего лишь два места. Здесь, кстати, антивирь может быть. Здесь может быть антивирь, и здесь может быть большой. Так, ну это небольшие, это обыкновенные. Антивирь может быть, да. Ага, еще тут... Ёперный театр! Да вы где там есть-то? Да вы заколебали меня, товарищ прыгунец! Так, перезарядка. Перезарядка! Не убивать меня! Не убивать меня! Да куда ты сел-то? Сядь, перезарядись. Капец, вот это они на меня напали, а? Вот это я понимаю, пацаны вообще, ребята. Ой, твою дивизию, а? Вон идут, сейчас побегут. Да я вижу, что побегут. Я так и понял. Че я вообще сюда полез? Кто знает. Че ты тут хотел? Ну, наверное, че хотел, то и получил, да? Угу. Получил. Получил, это факт! Еле отбился. Слушай, надо аккуратней, Шурик. Глянь, какие бегают! Какие они собаки шустрые! Так, у нас патроны кончились, да? Да, надо на калаш переходить. Сейчас перейдем. Или на какой-нибудь там петушаку, че там тебе давали? Ой, да че только не давали. О, батарейка! Угу. Ну, с вас хоть что-нибудь отхватил. Так, ухи, ухи. Тут вот этих коней пострелял. Большой откуда-нибудь выползет. Так, прыгунец, прыгунец, прыгунец. Как же я его обозвал. Ухов много надавали. Так, оружие дальнего боя. Калашников. Сюда. Сюда. Обвес. Быстросъемный магазин. На калашников. Прицел на калашников. Так. И вот это на калашников. А может быть на него более объемный магазин? Вместимость 40. А у этого вместимость 30. За то время... Не, давай лучше поставим более вместимый. Так, ну и куда я там иду? Не знаю, тут какой-то вопросительный знак. Я туда шел, но меня на пути в этот вопросительный знак немного это... Немного опросили. И сказали, чтобы я тут не шлялся вообще почем зря. Так когда-нибудь я не отстреляюсь. Да. Дайте мне... Тут пещера что ли, я не пойму. Что-то так похоже, как будто пещера сейчас будет. А-а-а, тайник красный. Так, ну поскольку мне здесь батарейку давали, я разрешаю тебе открыть красный тайник. Блин, дробовик дали. Хрень дали. Ладно, все равно возьму. Может пригодится. Может быть, конечно, и зря. Может быть, может быть, можем. Ладно. Я надеюсь... Как говорил Шарапов, на совесть вашу... Не, на честность. Смотрите, на честность вашу надеюсь. Мне перед... Слушай, а почему ты взял калаш, а не скар? А кто лучше вообще стреляет? У кого у нас убойность больше? А давай поглядим. Оружие дальнего боя. У калаша. Урон секунды 650. У скара... Урон секунду... О, слушай, отставить. Давай скар возьмем. Калаш, прости, я тебя променял на скар. Прости, пожалуйста, калаш, если сможешь. У него урон чуть побольше. Так, поэтому будем ходить с скаром. Так, ну все. Тут, короче, сделать нехрена. Пошли в новую точку. О, тут, короче, надо по этому... По мосточку. Пошли в другую точку. По вот этому мосточку. Сейчас тут какой-нибудь большой будет. Ай-яй-яй. Чуть я на эту штуку не нарвался. Чуть я на эту штуку не нарвался. Так. Ну, ее, в принципе, можно обойти. Ну, можно, да. Так. А что же у нас тут? Антивирь. Большой. Большой антивирь. Маленький антивирь. Непонятно, что тут меня ждет. Тут может ждать все, что угодно. Любая жопа может ждать. Любая жопа может спать спокойно. Вот так вот одиноко стоит карзи. Эй, нихрена себе. Не совсем одиноко. Ну, да. Я бы не сказал, что одиноко. Тут это... Товарищи, в кабинетах заливают щеками стол. Не так уж и одиноко. С друзьями. Только мы с друзьем по полю идем. Только мы с друзьем по полю идем. Так. Гаси. Гаси. Тешура. Они золотые. Так. А, я понял. Вы меня не достанете. Вы меня не знаете. Я вас не знаю, короче, пацаны. У нас такая тема. Все понятно, да? Вы меня не знаете. Я вас не знаю. Я поехал. Все. Вы ко мне не приставайте. Ты ко мне не приставай. И я к тебе не пристану. Так. А что у нас там? Чистой воды хлебнем. Чистой воды, наверное, хлебнем еще разок. В надежде на то, что рано или поздно я найду очень-очень много спиртя. Ага. Давай. Как говорится, на спиртик надейся, а сам не плашай. Так. Кемпинг. Эшборо. Кемпинг, 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 кемпинг. Кемпинг, кемпинг. Ладно, поехали в кемпинг. Вдруг там будет что интересного. Ну, я не знаю, конечно, что там будет интересного в кемпинге. Антивирусовы, тайники. Ладно, посмотрим. Я топор ищу боевой. Опа-на. Рядом этот изменитель сознания стоит. Да я его на всякий случай отминусую. А, ты в него хрен попадешь отсюда. Ты его хрен отминусуешь. Он внизу. Как же я сразу... Опа-на. Прыгун, я забыл, как тебя зовут, но я тебя убил. Я тебя, как говорил, значит, кто нас говорил. Так. Два штуки идут. Ох ты, мое почтение. Антивирусов просрочен. Надо новенький. Так. В общем, как говорил Тарас Бульба, я тебя породил, но я тебя что-то стесняюсь. Это он про своего сына говорил. Твою мать. Блин, Шурик, надо отсюда убегать, Шурик. Надо, Шурик, отсюда убегать. Да. Надо отсюда убегать. Ага, не долетел. Хрен не долетел. Так, и что они теперь ко мне все попрут сюда? Карманные предметы. Ну, идите, я, может, успею подлечиться. А хрен-то как летел красиво, да? Хрен красиво летел. Так. Есть предложение вам отведать силушки богатырской в виде гранаты вот этой самодельной. Да, предложение. Предложение принято на ура. А где хрен летающий? Куда он в конечном итоге улетел? Так, женщину клинануло вообще жестко. Так, а что мы сюда вообще, Шурик, прем? Вопрос хороший, но... О, вот он хрен-то, блин. Хрен. Нахрен. Хрен-нахрен. Есть крест-накрест, а это хрен-нахрен. Да, они тут вообще толпой нападают. Тут, Шурик, надо быть осторожным. Хрен нападает, остальные подстраховывают, остальные на подстраху и находятся. Еще сейчас и большое откуда-нибудь вылезет. И тогда вообще мне хана. Так. А куда я вообще иду? К вопросительному знаку иду. Угу. Иду. Может быть, даже дойду. Может, дойду. Так, ну мне как-то надо наверх выходить. Тут мне, короче, ловить нечего. Так, наверх, говоришь, выходить. Вот по этой фигне, по-моему, можно выйти наверх. Да. Вышли. Так, там сколько? Два вопросительных знака, да? Так, опять тайник. Ну, такой тайник я точно открывать не буду. Это уже без вопросов. Так, а здесь я хрен спущусь. Не люблю эту локацию. Дурацкая она. Так, активировали. Мы обойдем ее вот так. Так, лагерек. Лагерек. Вот, да. Канистра тут будет, я думаю. Более чем уверен. Или антителеса. Так. Да, вон канистра стоит. Ребята, отдайте кто-нибудь батареечку, а. Вы же добрые зомбаки. А зомбаки добрые. Я вот там ящик видел внизу. Я сейчас, конечно, к нему пойду спущусь. Но мне кажется, что там ни хрена в нем нету. Я схожу. А зомбаки добрые. Это надо поводить, да. А зомбаки мокрые на тебя глядят. А, грибы смотри. О, грибы. Солью можно приготовить на огне. Светлана Сергеевна, однако, все-таки дали. Грибы можно солью на огне приготовить. Ватсон, вкуснятина. Ох, какой же у нас вот тут был замес, а. Я отсюда еле выбрался. Так, а что вот этот кусок мяса не исчез? Я его обобрать не могу. У него ничего при себе такого нету. Так, пей воду. Она придает бодрость организму. И не пей зомбическую кровь. Она бодрость организму не придает. На. Да. Это пока еще не на, это пока еще мимо. На, бонифаций. Так, бонифаций его надавали. Да, расход боеприпасов. Вот это он меня долбанул, да. Ну вот смотри, вообще. Ну ты же сам такие настройки сделал. Да я понимаю. Он один движение сделал. И у меня охренякой вообще так нормально откатилось. Сколько они меня сегодня уже раз зажимали? Надо мне аккуратнее. Аккуратнее вперед как-то продвигаться. Как пел Юрий Николаевич Клинских, надо дальше продвигать свои дела. Только волю дашь рукам вмиг, получишь по рогам. Так, как мы едем? Где Мишка? Мишка тута. Ну он вообще не на нашем пути. Нам бы вот так проехаться. Ну давай вот на военную заставу. Сейчас мы эту военную заставу пройдем. Ну если пройдем. Ну если не пройдем, значит. Кстати, весь запас топлива из расхода вою. Слушай, надо сразу на скросс проползти, да? Открыть его, взять дробовик. Поставить на него осколочно-фугасные боенасадки. А, я понял. Да, я понял, Шурик, что это за место. Так, что у нас по оружию дальнего боя? Не, оружие дальнего боя. Маг десятого много, смотри. Он у нас чем? Девятимиллиметровый. Этот тоже девятимиллиметровый, да? Маг очень скорострельный. Обвес. Так, на макушку ставим вот это. А я что поставил? И так, удлиненный на него ставим. Хотя петушара тоже могла из него пострелять. И давай на него осколочное поставим. Но я хочу вот с этого пострелять. Просто сейчас их тут будет большая толпа. Поэтому, Шурик, давай поторапливаться. Пока у нас антивирусов действует. Ух ты, блин, съешь. Я же говорю, толпа. Я же говорю, толпа. Я же говорю, толпа. Ну, толпа, она и есть толпа. Так, главное, капельмейстера не нарваться. Так, смотри, они там уже сзади подтягиваются. Так, смотри, тут броневик. Так, капельмейстера с той стороны не видно. Пока не видно. СР-ку дали. Ну, СР-ка, в принципе, пушка нормальная. Поэтому вот я и сменил 7.62 боеприпас. Думаю, дай-ка я пока его не буду стрелять. СР-ка тем нормальная. Не пишет, что там есть антивири халявные. Значит, их там и нету. Значит, мы сейчас поступим так. Оружие дальнего боя. Где там наш дробовик? Сюда его. Обвес на него повесим. Да давай повесим. Давай повесим, товарищ. По одной. Ну и на этом, собственно говоря, успокоимся. Запускай. Волынку. Так, а будем открывать красный ящик? Нет, здесь красный ящик открывать не будем. Мы теперь работаем на эти. Мы теперь работаем на антивирусолы. Антивирусолы. К счастью, он здесь имеется. Так. А вот и пацаны подтягиваются. Пацаны, стоять! Оружие ближнего боя. Так, антивирусольчик уколоть. Вот так вот. Они сейчас поломают, Шурик, всё. Да я знаю, пусть сломают. Пусть сломают. Чё, так быстро клинки поломались? Я чё-то не понял. Пацаны! Не мешайте. Или от клинки были какие-то недоделанные. Это, наверное, клинки были недоломанные. Чё-то они так быстро поломались. Это что с клинками такое произошло? Так, ну что, господа, я вас поздравляю. Я вас тут настрелял. Гранаты. Взрывчатка. Так, а где же женщины, которые плюют? Тут должны быть же... О, батареек, спасибо. Так, женщина, которая плюёт, должна присутствовать в обязательном порядке. Ладно, они потом исчезнут, Шурик. Кого-то не обыскал, да. Это просто... Нет, давай мы теперь назад, короче. Всё, обвес назад возвращаем на этот. На импеху, да? Да. Всё, теперь с импехой гоняем. Рация здесь, что ли, лежит? Да, смотри. Спертягу. Всё? Ну всё, да. Так, тут у нас что с тобой? Тут могут быть хамеры где-то стоять. Ну и при этом зомбаки тоже могут вот тут где-то стоять. Странно, чуть не стоят. Все камни, что ли, прибежали? Женщина, которая плюёт. Чувак бежит какой-то. Так, погоди. Это я женщину, которая плюёт, не обыскал. Там же, по-моему, хрень какая-то была. Ладно, всё, не важно. Так, вот ещё антиверь. Пока не трогаем его. Пока осматриваем хамерочек. Хамерочек. Хотя, чё, не трогаем. У тебя антиверь, это нет лишнего. Бери. У тебя место свободное. Да, место свободное. Поэтому берим. Бери, Шурик. Шура, берите. Они золотые. Так, у меня 72 патронов. У нас какой-то из 556 дали. Насколько я успел заметить. Так, канистра есть. У меня вообще полностью отсутствует бензин. В моей точиле. Ну и то будет это тайник. Всё. Больше здесь ничего не будет. Это тайник неизвестных свечек. Но тут ещё есть здание, в которое я могу зайти. То есть здесь верстака нету. Так, пацаны стоят такой толпой неплохой. Неплохой вы тут толпой стоите. Ооо, моё почтение. У тебя чё? Ломик. Так, ну шо, запускаем. Сейчас глянем, чё вот тут. Ничего тут. Так, чё, дробовик? Ну, можно, конечно, дробовик, но... Ладно, посмотрим. Посмотрим, как она пойдёт. Ну, дайте, в этом тайнике уже что-нибудь приличного должно... Должно мне навалить. Навалить, так сказать. 45-го. Так, а для ракетниц, патронов. Ну, чё-то нихрена неприличного мне тут навалили. Так, тихо. Блин, чуть не погорел. Тебя тоже вылечит, не переживай. Так, карманные предметы. Так, аптечка. Сейчас ко мне вон тебе подбегут. Смотри, не долечусь, а подбегут. Сейчас подбегут. Вот, отвечаю, подбегут. Не, долечиться дали. Не люблю эти дробовики. Потому что у них скорострельность низкая, урон низкий. Да, да. Так, женщина. Ну, тебе, конечно, мы никакого дробовика не предложим. А, плюнуть, что ли, хотела? Я тебе плюну. Хочется ей плюнуть. Я тебе плюну. Так, погоди, на базу пошли сходим. Я вот эти ящики не обыскивал. Правильно? Да, и вот тут не было. Ну, тут нет. Ну, вон там два ящика стоят. В этих я тут даже не два, а три. О, а там еще два хаммера в воде. К ним можно сходить, но только надо аккуратно смотреть, где... Где бультерьер находится. В них что-нибудь может лежать забавного. Так, а без глушителя? Нахрен. Тут еще один ящик есть, оказывается. И как же мне тебя обыскать? С какой же стороны к тебе подойти? Вот с этой. А ты, глядь. Ага, там двухбарабанный магазин спрятали. Так. Ну, бультерьера тут не видать пока, да? А что... Включил? Да, вон бультерьер я... Ага, вот он он, смотри. Вот он он, паразит. А я что такое? Чувака отбросил и с ухом. Понимаю. Так, а в этом я, по-моему, уже был. А, да, в этом я был. Все, тадам. Проверяем. Не оставили ли пацаны что-нибудь? Ничего не оставили. Что, красный ящик будем открывать? Не, не будем. Разберемся как-нибудь с боеприпасами. Антивирусов кончился, понимаю. Так, ну антивирусов у нас здесь нету, да? Да, все, я все забрал. Все, уезжаем. Сейчас вот там пройдем по прямой. Просто там иногда еще в домах что-нибудь интересного можно подсобрать. Ну, не в домах, там в этих руинах. Дневник. Вот и смотри, какой зомбар порадочный дневник вел, понимаете ли. Сегодня 8 февраля. Я, как всегда, пребываю в зомбическом состоянии. Души и тела. Мысли у меня светлые. Верю. Опа, на еще одну эсерку дали. Так, Шурик, тут обвалы бывают. Будь аккуратней. У тебя, по-моему, урон от ловушек выкручен на большую, да? Ой, погоди, там что мне дали? Скар, что ли? Что-то дали. Так быстро дали, что я даже поглядеть не успел. Что там было? Я иногда слишком быстро забираю предметы. Так. Оружие ближнего боя. Ничего не дали. Оружие дальнего боя. Что мне дали? А, кольт, наверное, дали. Скара второго нету. Значит, это был кольт. Наверное, кольт. В общем, не важно. Кольт это был. Кольк это был. Так. Вот здесь у нас что? Туда тоже можно зайти. Зайдем. Тачку заправлю только. Так, антивирусов кончается. Да я вижу, что кончается. А что я могу поделать? Александр, что я могу поделать? Да он кончается. Мне кажется, если доехать до лаборатории, там вообще капец на улице будет происходить. Пацаны, выходите. Ой, вас много. И вы без стильняшек, прошу заметить. И я прошу заметить, вы все без стильняшек. Вас оглушит? Ну, я бы сказал, не очень, да? Это кого это вы бить начали, Александр? Где это вы кого-то там бить начали? Ой, у меня дробовик. Ну и пускай. Бах! Бах в упор! Бах в упор! Близко не подходи, а то укусит. Бах в упор! Это что? Ой, таких патронов дали. Иоганн Себастьян Бах что-то сочинял. Со словами Бах! Я тебе сейчас такой Бах в упор устрою. Так, ну что, Бах в упор. А, еще вот сюда зайти могу, да? Так, обвал оберегитесь. Шура, оберегитесь обвала. А тут вроде пока нет его так с виду. О, брат, всего 9 патронов дали. Это не О. А, кстати, да, надо же глядеть, сколько там написано. А то патроны-то дали, а что толку их 9 штук дали? Масляный фильтр. Так. Мне, кстати, где-то надо изготовить себе, себе пропана. Бинты. Так, все. Тут мне ловить больше нечего. Надо отсюда уезжать. Туда я не зайду. Там у нас все закрыто. Кто тут рычит? Кто тут где рычит, я не пойму. Он там не спится. Так, а сколько у меня оружия дальнего боя? 101 патроны. Всего лишь у меня 5,56. Но еще пока 373 патрона, 72, да? Две сотки 9-ти миллиметровых. И две сотки 45-го. Ой, погоди. Это же одно и то же. Ну да. Не, две сотки 45-го калибра. А девятого миллиметра у меня 51. Ага. Так, это нам, пожалуй, Шурик надо перейти на 9-ти миллиметровый. Так, ну что, мы из чего будем стрелять? Ну давай, осколочными из него. Из вот этого вот, из вот этого вот паразита будем стрелять. Поставим на него магазин удлиненный. Поставим на него прицел неудлиненный. И все пока, да? Да. Так, это у нас он. А там что, дробовик оставим? Не, Шурик. Туда мы давай с тобой поставим... 45-й кальтецкий поставить? Кальтецкий давай поставим. Обвес на него. Двух барабанный магазин. Что, может на него тогда глушак поставить? Коль ты на тот поставил такую насадку. А, это глушак пистолетный. Если написано пистолет, все, я понял, зря быканул. Тогда он будет без обвеса у меня. Ну отстреляем эти патроны. Ну ты их очень быстро отстреляешь. Да я понимаю, там первую же... Первую же кучу могу и не дострелять. Первую же кучу зомбаков могу с этого... С имеющегося боезапаса хрен расстрелять. Так, все, серию я закругляю. На сегодня достаточно. Так, куда едем мы с тобой? Интересный вопрос. Ну, предлагаю в торговый район. Или в городская улица. Нет, торговый район, потом сюда и потом сюда. И так поедем, да? Ну да, так поедем, я думаю. Поехали. Так, погоди. А, нет, через убежище я в любом случае поеду. Да, поеду через... Погоди, ну... Сюда? Нет. Я хочу через убежище. Поедем через убежище. Значит, торговый район. Все. Торговый район! Вперед! А я тем временем проведению припручаю вас, дети мои, заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зловластвуют. Безраздельно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова